Volkswagen Polo развернула и отбросила на металлическое ограждение проезжей части после столкновения с КамАЗом на Оренбургском тракте. Оба автомобиля ехали в одном направлении и синхронно поворачивали направо. Как произошла авария и кто нарушил правила дорожного движения, разбиралась Алия Хайрудзинова. После удара возвращался к полу уже на тормозах. Еще до приезда инспекторов водитель Volkswagen Polo готовил аргументы в свою пользу. Во-первых, он заручился поддержкой свидетеля, во-вторых, продемонстрировал следы от шин на асфальте, где видно, что грузовик после удара сместился из левого ряда в среднюю полосу. Ну вон КамАЗ впереди шел по средней полосе, пришел право перестроиться, меня не заметил. Ну ударил, меня развернуло, на пограждение въехало, развернуло меня еще. Он вину признал? Ну он говорит нет, якобы он по своей полосе шел. Позже водитель КамАЗа вину все же признал, но долю ответственности возложил на второго участника аварии. Объяснил, что не перестраивался, хотя и зацепил легковушку при повороте. Обе машины спускались по Оренбургскому тракту и поворачивали направо. Может, да, я виноват, но когда я езжу сам на легковом, я вот никогда под КамАЗ, если грузовые виржи, никогда не лезу, то иди. Я его видел сзади, вот этот зеркалый, короче. А в итоге он оказался под креслом, слепая зона, слепая зона. Так он, вы перестроились, кто перестроился, не поможет. Я, большая машина, когда поворачивается, я всегда, ну, хотя бы чуть-чуть я заезжаю. Этого расстояния хватило, чтобы КамАЗ ударил легковушку, после чего та, снеся ограждение, развернулась на 180 градусов. Водитель не пострадал. В ожидании сотрудников ГИБДД он попытался примерно подсчитать ущерб. И теперь надеется, что страховая выплата покроет все затраты на восстановительный ремонт иномарки. Алия Хайрудинова, Айрат Назипов, Константин Бушуев, Вызов 112. Вызов 112. Истории и герои на нашем сайте и ютуб-канале ТНВ.